Партнер программы Украинская биржа Ричард Деннис отобрал 14 человек совершенно разных профессий Главным критерием выбора было отношение человека к риску Обучение длилось две недели В результате все участники проекта стали успешными биржевиками И заработали миллионы долларов Здравствуйте, в эфире биржевая азбука Цикл программ о том, как зарабатывать на фондовом рынке В студии Виталий Школьный Тема этого выпуска – психология трейдинга Главный враг трейдера – это он сам Этот всем известный постулат трейдинга Каждый торговец от новичка до профессионала Постоянно ощущает на собственном опыте Торгуя на учебном счете, большинство людей показывает хорошие результаты Но как только человек приступает к реальным торгам Начинает терять деньги И виной тому психологический фактор Когда трейдер начинает торговать реальными деньгами Он начинает сталкиваться с такими чувствами, как страх и жадность Если говорить о страхе, то чаще всего трейдер Его испытывают, когда рынок начинает идти против его открытой позиции И, соответственно, не закрыв вовремя убыточную позицию Трейдер каждый день будет получать убытки Каждый день его будет страх все больше и больше становиться Как бороться с этим? Очень просто Нужно, прежде всего, заранее определить уровень риска на одну сделку И выставить стоп-лосс ордера То есть нужно понимать, что если вы торгуете без стоп-лосс ордеров То вы фактически рискуете всем своим капиталом Либо же вы будете долго находиться в убыточной сделке И пропускать хорошие возможности, которые может предоставлять вам рынок В обычной жизни мы не привыкли сталкиваться с тем, что мы теряем деньги Ну, любая потеря, даже небольшая денег, она для любого человека дается очень больно А здесь же трейдер должен сразу применять на себя некий риск Потому что трейдер, работа трейдера и работа с акциями – это риск Риск частичной выполненной потери капитала Но стоит различать два вида риска Это запланированный, так называемый, деловой риск и незапланированный риск То есть если, к примеру, трейдер для себя установил, у него система Это 5%, пусть там 10% риска от всего капитала И он работает в рамках данной системы То для него потеря 2%, 1% не будет столь болезненной И как следствие он не будет паниковать Победить в борьбе с самим собой позволяет простой системный подход Приступая к торговле, трейдер должен иметь готовый алгоритм действий Торговую стратегию и план Если вы готовы открыть позицию, это значит, что у вас есть представление о трех ценовых точках Точки входа, точки фиксирования убытков и точки фиксирования прибыли Таким образом, уже до открытия позиции вы должны четко понимать соотношение между вашей потенциальной прибылью и вашими потенциальными убытками Само понимание об этих трех точках уже позволяет вам избежать большинства известных психологических проблем Открывая позицию, трейдер сталкивается одновременно с двумя чувствами Желанием заработать как можно больше и страхом потерять деньги А когда позиция начинает показывать прибыль, появляется жадность Побороть внутренних демонов может лишь четкое выполнение торгового плана Это главная задача трейдера во время торговли Если цена уже достигает вашего уровня стоп-лосса, это значит, что где-то при планировании вашего трейда вы ошиблись Возможно, также вы ошиблись при выборе самого уровня стоп-лосса В любом случае, вы где-то не правы, а значит, из такого трейда вам нужно выходить Более гибкими следует быть при фиксировании прибыли Часто рекомендуется иметь две целевых цены – оптимистичную и пессимистичную По мере достижения пессимистичного, то есть более низкого ценового диапазона, который для вас является точкой фиксирования прибыли Часть позиции можно закрыть и уже только после этого позволять прибылям течь В любом случае нужно помнить, что ваша прибыль становится вашей только после того, как вы ее забрали До того, как она всего лишь бумажная, она не является прибылью в вашем кармане Когда он начинает получать прибыль, его начинает, скажем так, подкрестывать эйфория И он начинает думать, когда же ему выйти из этой сделки Либо же сейчас закрыть позицию, получить какую-то маленькую прибыль Но рынок может что? Взять и пойти дальше на 10-20% Либо наоборот, остаться в рынке и подождать, когда акция наконец-то стрельнет еще выше И он получит еще больше В итоге получается, что он пересиживает сделки Он уже не видит, что рынок поменял свое направление В лучшем случае берет небольшую маленькую прибыль Как с этим бороться? Лучше всего, одна из тактик, это частичное закрытие позиции То есть если вы понимаете, что рынок пошел в вашу сторону, вы получили некую прибыль И рынок приостановил свое движение, то тут лучше закрыть часть, половину своих позиций Профессионализм трейдера растет по мере того, как он совершенствует свою дисциплинированность Устраняет присущие каждому человеку эмоции и страхи И если убыточные сделки являются для трейдера неотъемлемой частью работы То несоблюдение торгового плана главной и недопустимой ошибкой Заработал торговый план на день, трейдер должен бросить все эмоции четко, как солдат в армии И исполнять его, как устав, как отчина Почему? Потому что торгуя внутри сессии, обычно выходит море всякой статистики, новостей и так далее И зачастую бывает так, что трейдер планировал, допустим, продать, сократить долю акций в его портфеле Но что-то повлияло, допустим, какая-то акция вдруг выстрелила ракетой И он, подхваченный экстазом толпы, прыгает в эту акцию, открывает позицию И после того, как цена на эту акцию в конце дня падает, он теряет деньги Естественно, глядя в свой торговый план, он смотрит, что не планировал прыговать в этой акции Вопрос, зачем он туда вложил свои деньги в этот момент То есть это простая дисциплина То есть торговый план и дисциплина, вот, лучшие лекарства, жадности и страх Точку не ставим Тема следующего выпуска биржевой азбуки Торговый план Не пропустите Партнер программы «Украинская биржа»